Праздник, посвященный 319 годовщине образования кубанского казачества войска, 25 годовщине возрождения кубанского казачества и Дню Кубанского казачества, прошел в минувшие выходные в станице Полтавской Красноармейского района. Подробности в следующем материале выпуска. День Кубанского казачества был установлен законом Краснодарского края в 2006 году. Кубань – это единственный регион страны, где такой праздник утвержден на законодательном уровне. На сегодняшний день Кубанское казачье войско – одно из самых структурированных казачьих войск России. Несколько десятков тысяч казаков взяли на себя обязанности по несению государственной службы, продолжая славные традиции своих предков. В мероприятии, посвященному празднованию 319 годовщины образования кубанского казачьего войска, 25 годовщине возрождения кубанского казачества и Дню Кубанского казачества в станице Полтавской, принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении он отметил, не словами, а делами казаки вернули доверие людей. Когда четверть века назад на Кубани заговорили о возрождении кубанского казачества, многие отмахивались и говорили, что настоящие казаки уже в безвозвратном прошлом. Но теперь даже заскорузлые скептики признают, что именно с Кубани началось возрождение всего российского казачества. Вы, именно вы, кубанские казаки, проделали долгий, большой и трудный путь, чтобы снова иметь право служить отчизне, чтобы снова иметь право называться народом, чтобы снова иметь право жить на своей земле и быть ее хозяевами, на земле, возделанной вашими предками, нашими предками, политой их потом и кровью. Вениамин Кондратьев также отметил достижения современных казаков, помощь в обеспечении безопасности Олимпиады, службу во время референдума в Крыму, участие в восстановлении храмов и строительстве казачьих кадетских корпусов. Именно кубанским казакам было доверено пройти парадом по Красной площади в день 70-летия Великой Победы, подчеркнул губернатор. Вениамин Кондратьев посетил развернувшийся Курени на центральной площади станицы Полтавской. Заглянул он и в Курень Славинского района. Господи, дорогие! Славинский Курень приветствует вас! И примите от Славинского Куреня след достоинства. Спасибо, спасибо вам. За хлеб свой спасибо. За радость и гостеприимство. Глава региона отметил красоту экспозиции нашего Куреня – элементы быта казачьего подворья, которые так точно отражали истинную жизнь казаков. Особый восторг вызвала действующая кузня на территории подворья Славинского Куреня и печка бытца. В праздничном мероприятии принял участие глава Славинского района Роман Сенеговский. В состав казачьего общества нашего района входит 15 станичных и хуторских казачьих обществ, в которых числятся около полутора тысяч казаков. Лучших из них в День Кубанского казачества Роман Сенеговский наградил почётными грамотами и ценными подарками. Нынешнее казачество – это реальная общественная сила, активно участвующая в жизни страны. Казаки, охраняя границы, принимают участие в охране общественного порядка. Казачьи дружины участвуют в мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, занимаются воспитанием подрастающего поколения. День образования Кубанского казачества – это праздник традиции, веры и нашего кубанского единства.